И сегодня и следующий раз мы будем только примеры процессов с передачи сообщений, уже они у нас, и будем заниматься вопросами их верификации. Значит, там будет в основном работа с конкретными процессами. Общая наука есть, но я не хочу ее... То есть все, что я буду из общих знаний вам давать, это все, как правило, в процессе решения конкретной задачи будет идти. Значит, я хочу сейчас... Я в прошлый раз рассказал про буфер. Сейчас я хочу... Так, я вот боюсь, что не дотяну. И ладно, там не шумно. Я хочу сейчас начать немножко с другого примера, он такой более веселый. Вот, и значит, там все проще. И уязвимость в программе обнаруживается аналитически. Вот, хочу именно с этого примера начать. И так, значит, вот у нас была концепция процесса передачи сообщениями. У него команды связаны с принятием, значит, сообщений по каналам. Ну, давайте я сейчас напишу какой-нибудь простейший процесс. Значит, вот такой процесс. У него состояние начальное А. Он вводит... Сейчас, сейчас, сейчас... Вводит... Значит, с одного порта ИН1... Вернее, по каналу ИН1 он вводит значение, записывает его в переменную Х. Вот. Затем он вводит другое число по другому каналу и записывает его в переменную У. Так, тут большие буквы у меня. Так, это А, В и С. И после этого по каналу OUT он выдает произведение этих чисел. Ну, вот перемножитель чисел. Вот есть специальные процессоры, которые только этим и занимаются на вход 2 числа, на выходе их произведения. Вот известно, что когда Интел сделала Pentium, там был какой-то спецпроцессор для выполнения именно такой операции. В нем содержалась ошибка, которую вот пропустили, потому что верификация тогда еще недостаточно развита была. И за это фирма Intel потерпела огромные убытки. Процессоры Pentium были отозваны. Вот. И новые процессоры уже были верифицированы. Там людям как следует заплатили, и они построили формальные доказательства, что все вычисляется правильно. Ну, вот у нас то, что написано, это модель абстрактная такого процессора, который получает на вход 2 числа и выдают их произведение. Вот, допустим, что нам надо иметь какую-то более частную функциональность. Нам надо по числу выдавать его квадрат. То есть не 2 числа вводить надо одно число, и выдавать надо это число в квадрате. Ну, для чего это нужно? Ну, есть разные зависимости. Например, путь равен gt квадрат, путь, который камень пролетит, если его бросить, и он будет лететь во время t. В общем, когда-то требуется именно знание квадрата, вот вычисляемое по аргументу. И вот такой процессор нам нужен. Нам хочется его изготовить, используя то, что мы уже имеем. То есть вот есть то, что перемножает числа. На базе этого процессора нам надо сделать другой, который возводит в квадрат. Ну, мы тогда решаем так. Вот у нас то, что мы имеем. Вот у него два входа и один выход. Вот мы его объединим с другим девайсом, который на вход получает число, и на выходе, значит, так, как-то, в общем, так. Он изготавливает, так только, да, проект вот так надо писать. Он выдает копии этого числа. То есть если на входе поступит x, то на выходе на двух разных каналах этот x будет выдан одно и то же значение. И мы свяжем каналы, которые вот к этому относятся процессу, с каналами, которые вот этот наш перемножитель имеет. Мы его назовем мульт, а этот дупликатор дуб. Вот, и у дупликатора диаграмма совсем простая. Значит, у него вот тоже начальное состояние и тоже три состояния. Значит, на входе он получает z, вот, и на выходе, значит, out-1 выдает z, и out-2 выдает z. Вот, он дуплицирует, получил значение, записал его в z, и этот z он выдает на двух разных каналах. Вот, и то, что нам нужно, мы определяем как совместное функционирование этих двух процессов, то есть параллельно композиции дуп, запятая, мульт, вот, но здесь мало. Так, то, что я написал, это неправильно. Во-первых, нам надо объявить каналы, которые должны быть связанными, дать им, присвоить им новые имена. Поэтому, вот, как по книжке у меня, значит, я, значит, в процессе размножитель делаю замену. У него out-1 и out-2, вот я заменяю out-1 на pass-1, так, и out-2 заменяю на pass-2. Это новые имена, так, вот здесь вот так, квадратная скобочка. Для чего я это делаю? Для того, чтобы мульт такую же замену сделать. Ну, вот, что будет с мултом? Мульт, я у него канал in-1 заменяю на pass-1, то есть вот совпадающие имена, это имена каналов, которые должны быть связанными. Вот, и, значит, in-2 я заменяю на pass-2. Вот, и вот после этого я беру параллельную композицию и запрещаю по каналам pass-1 и pass-2 что-либо передавать, помимо того, что связано с этими двумя процессами. То есть множество pass-1, pass-2 я объявляю закрытым для внешнего взаимодействия. Вот все операции, кроме плюса, да, у меня здесь. Так, ну вот, значит, я утверждаю, что вроде как это то, что я хочу. Вот, а что я хочу? Я хочу процесс, у которого диаграмма активности, вот верификация этого процесса, это доказательство наблюдаемой эквивалентности вот этого процесса и процесса, который вот так вот устроен. У него на порт in, то есть так, тут у него, да, вот in поступает число z, и на порту out выдается z квадрат. Вот, я дуплицирую z и умножаю z на z и выдаю квадрат. Значит, то есть вот они перемножатся процессом мульт. Вот, я хочу понять, вот то, что я здесь сделал, это будет ли процесс, у которого диаграмма переходов будет, ну, с точностью до наблюдаемой эквивалентности. Понятно, что там будут некоторые тау-шаги, связанные с передачей, значит, сообщения от первого, от дупликатора к мультипликатору. Вот, и я хочу узнать, будет ли у меня наблюдаемая эквивалентность вот этого реализации и вот этой спецификации. Ну, чтобы это доказать, надо просто по определению произведения процессов вычислить, какая будет у вот этого процесса диаграмма. Значит, напомню, да, что там декартовое произведение множество состояний. Во-первых, я переименовал, то есть давайте тогда, значит, здесь у меня паз 1, 1, и тут у меня паз 2. Значит, я сейчас все делаю честно, даже если кому-то очевидно, что в результате получится, все-таки дотерпите все. Я должен сделать для всех, чтобы все видели, как это работает, как определение, значит, работы. Так, паз 1 и паз 2. Так, вот рисуем диаграмму параллельной композиции. То есть состояние параллельной композиции – это пары в состоянии компонентов. Ну, давайте их рисовать сейчас, чтобы все было точно. Так, вот, значит, 9 должно получиться. Вот АА, АБ, это у меня С1, С2. Так, АС, ВА, ВВ, ВС, СА, СВ, СС. Вот, ну, и что состояние я нарисовал. Значит, начальное состояние. Вот оно. Так, и ребра. Значит, сначала давайте все ребра, связанные с активностью первого процесса нарисуем, который размножает. Да, значит, вот здесь все ребра, они обязательно, значит, вот компоненты, связанные с ним – это А и В, а вторая, то есть С1 – это вот это, С2 – любая вершина второго. Ну, так, давайте, значит, вот это ребро в параллельной композиции, оно будет в трех экземплярах присутствовать. То есть вот INZ, вот INZ, INZ. Так, вот это ребро в параллельной композиции тоже в трех экземплярах. Значит, из ВВС, то есть вот PAS1, восклицательный знак Z. Я его рисую, потом я его сотру, но давайте уж нарисую сначала, чтобы все было по-честному. ПАС1, Z, вот PAS1, Z. Так, и третье ребро – это вот PAS2, Z, PAS2, Z, и тут PAS2, Z. Так, это все прямые ребра, связанные с работой первого процесса, когда второй процесс спит, я нарисовал. Вторые ребра, то есть ребра, когда второй работает, а первый спит. Значит, из А в В, значит, вот первое действие, вот PAS1, X, это вот PAS1, это вопросительный знак X. Из B большое в С большое, вот вторые ребра, вот они три. Вот PAS2, вопросительный знак X, PAS2, вопросительный знак Y. И третий класс ребра – это OUTXY, значит, из С большое в А большое, так, ну вот я, наверное, вот это уже сотру. Еще ясно, вот, вот это, вот это и вот это. OUTXY, 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 OUTXY. Так, отлично, значит, и есть еще ребра, связанные со взаимодействием. Значит, я должен найти в этих процессах пары ребер с комплементарными действиями. Ну, это только две пары. Это вот у меня здесь PAS1 послать Z, вот PAS1 принять X. Значит, из B маленькое А большое в С маленькое B большое. Вот, вот это ребро. Значит, я напомню, что действие, когда Z посылается и записывается в X, это X присвоит Z. Вот, пишу X присвоит Z, вот, первое диагональное ребро, и второе, вот оно, PAS2Z послать, PAS2Y принять. Значит, B маленькое, B большое, B, нет, C маленькое, B большое, вот оно, V, A маленькое, C большое, вот оно у нас, вот. Так, там посылается Z и записывается в X. Так, в Y, в Y, да, Y присвоить Z. Синхронно, да, только синхронно. Первый послал на канал PAS1, второй принял на канале PAS1 синхронные передачи. Вот в книжке я очень подробно пишу. Синхронность – это фундаментальное понятие, хотя вот в книжке Телли все протоколы асинхронные, но там именно канал – это то, что явно не прописывается в описании алгоритма, но это еще один процесс, а вот с каналом отправители-получатели взаимодействуют синхронно. Значит, синхронная передача здесь только единственная возможная может быть. Так, это я написал, вот то, что было и я стер, до действия, до операции удаления вот взаимодействия каналов PAS1 и PAS2 с внешним миром. Так, теперь я должен их удалить, то есть нельзя делать одиночные пересылки, я их закрыл для внешнего мира, ну и вот и на диаграмме я должен стереть. Вот, я их мог бы и не писать, потому что известно, что их придется стирать, но для некоторых целей я их написал, а потом сейчас вот сотру. Вот, значит, все действия, в которых упоминается PAS1 и PAS2, я уничтожаю. Так, запрещаю. У меня модель, как реализовано закрытие, я понятия не имею, но важно то, что никогда вот по каналу PAS1 у меня не будет передаваться что-то, кроме, в смысле, куда-то кроме мультипликатора. Это отдельный вопрос, как реализоваться закрытость этого канала для внешнего мира, но она реализована и я это отражаю в моей диаграмме. Так, здесь то же самое, вот PAS1Z, PAS1Z, PAS1Z запрещен, вот PAS2Z запрещен, вот PAS2Z запрещен, PAS2Z запрещен. Так, вот что у меня осталось. Значит, обратите внимание, появились недостижимые состояния, то есть вот никогда я не попаду вот в это, поэтому их тоже можно удалить. Вот операция редукции, в частности, мы их можем удалить, то есть никогда мы в них не попадем и они могут быть удалены. И вот эти пары состояния тоже недостижимые, поэтому мы их тоже удаляем. Так, и вот то, что у нас осталось. Давайте на это внимательно посмотрим. Так, 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 так. Вот нам надо доказать, что этот процесс наблюдаемый эквивалентен вот этому процессу. Будет ли это так? Так, значит, я хочу сказать, что действия иногда могут быть комбинированными, то есть вот я написал, значит, вот у меня... Давайте я уже точками буду рисовать вершину, вот начальная вершина. Значит, возможно, первое действие принять Z, принять, вернее, по каналу IN, записать Z. Вот. Так, дальше... Чего не получается? Ну, правильно. Вот это хороший пример. Тут вот как раз явно видно, где мы допустили ошибку. То есть вот вроде как все тривиально, да? На самом деле неправильно мы определили процессы. Вот сейчас вот я хочу эту ошибку явно, значит, ее вам предъявить. Вот смотрите, значит, вот мы сделали это действие и дальше мы пришли в состояние, значит, вот это. Вот здесь мы сделаем присваивание, присваивание и... Сейчас, подойди, сейчас, 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 сейчас. Короче говоря, вот эти вот два присваивания я объединяю в одно действие. Х присвоит Z, Y присвоит Z. Вот. Из этого состояния... Так, можно пойти наверх. Хочется это как-нибудь покрасивше нарисовать, пока не очень. Это out X, Y. Так. А из этого состояния еще можно, вот, сделать у нас там присваивание, то есть введение in Z. Так. И затем out X, Y. Так. И приходим мы туда, где уже были, да? М. Вот сюда вот. Нет. Что? Нет, не сюда. Вот сюда. М. Вот. Out X, Y. Ну, собственно, уже на... Так, сейчас, 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 я... Как-нибудь еще можно совместить что-либо? Нет. Значит, у меня действия могут быть на одном ребре сразу несколько. И ввести, вывести, и присваивание сделать. То есть, вот тут четыре состояния. Я сейчас думаю, как из этого три сделать состояние. Так, 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 так. Вот смотрите, знаете что? Так. Это, в общем, вот ребро. Вот, смотрите, вот если мы пойдем сюда, и потом сделаем это присваивание, вернемся сюда. Давайте, вот я лучше всего сделаю, вот объединю вот этот вот вывод, и затем X присвоить Z. Почему? Ну, тогда нам будет другой вывод, это же объединение. Еще раз. Я, когда вот по этому ребру приду сюда, и потом сделаю это присваивание, я... Ну, я вывел и потом присвоил, Y присвоит Z. Вот. Так же можно сделать? То есть, у меня же единственная возможность, вот когда по этому ребру я иду, дальше я делаю присваивание. Я вот лучше на одном ребре напишу все эти действия, которые я делаю, когда прихаживаю эту точку. Можно? Ну, вообще-то это требует более формального описания, что именно я здесь делаю. Ну, я объединяю несколько подряд идущих действий в одно и пишу на ребре цепочку. То есть, вот я приду сюда, потом присваиваю. Оно останется и здесь тоже, но я его еще раз здесь и воспроизведу. Вначале отправлять на экстремлик, а потом экстремлик присвоили новые. Да, да, конечно. По порядку. Сначала отправили, а потом присвоили новые. Да, это же... Вот. Так. И вот эти вот я еще объединю. Вот здесь вот у меня тогда получается вот сначала вот и два присваивания. Давайте я буду засчитать, что это у меня одно ребро. И два присваивания выполняется тоже на этом ребре. Вот у меня получилась система с тремя состояниями. И чего-то она делает совсем не то, что я хочу. Вот. Два раза возможен ввод. Вот. Я такого даже представить себе не мог, да, что так может произойти. Вот. Я думал, что у меня будет введено значение. Затем действие вывода и циклический так, да. Вот. То, что я построил, оказалось, что может одно ввестись. И потом еще раз ввестись может одно. Вот почему мне этот пример страшно нравится. Потому что здесь очень простая система, да. Вроде как очевидно, что должно все быть именно так, как спецификация предписывает. Однако что вот мы дырку нашли просто вот аналитически. Да. Это очень, в общем, хорошо иллюстрирует пользу этого аппарата, да. Когда там вот вроде как интуитивно все очевидно. Оказывается, что вот, пожалуйста, мы вручную обнаружили дырку. Можно, наверное, не по теме, но в чем мы не могли до двух вершин сократить? То есть именно… Вот эту уже не сократишь. Нельзя объединять, если два подряд вывода, ну, в смысле, если две операции взаимодействия с внешним миром, а что именно сокращать? Вот эту… Ну, НЗ, вот в эту же метку получить большую петлю, сначала делается НЗ, потом… Да, все остальные… Есть некоторые требования к тому, какие могут быть метки. Нельзя, чтобы было две внешних операции на одном ребре. Значит, это связано с тем, что, в общем, действие может быть составным, только если там сколько угодно может быть внутренних действий, но не более одного внешнего. Вот, может быть. Это, в общем, почему нельзя так делать? Потому что, значит, вот в более сложных процессах требуется доказать, что они соответствуют спецификации путем построения вот этого МЮ, которое было для обычных процессов. И там, то есть, вот правило, что если было действие в одном процессе, то соответствующее действие на другом процессе. И вот, значит, когда на одном там только вот, то когда на другом вот и вывод, вы такую МЮ просто не построите. В общем, вот здесь, конечно, они выполняются последовательно. Сначала вот, потом вывод. Но эти состояния... В общем, вот есть некоторое более общее соображение, почему нельзя рисовать на одном ребре сразу несколько операций ввода-вывода. Вот. И, значит, вот такая вот ситуация приведет к тому, что здесь только три состояния. Может быть, меньше уже не может быть. Так, ну, значит, вот таким вот образом мы получили что-то совсем не то, что хотели. Ну, а в том, что... А, ой, 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 так, вот правильный вопрос. Я сразу вспомнил, что я не понял понятия, что такое эквивалентность. Значит, нам надо доказать, что вот этот процесс, который мы построили, находится в отношении наблюдаемой эквивалентности с нашим эталонным процессом. Вопрос, как определять, мы его еще не определили пока это понятие. Вот. И я должен был начать лекцию с того, что сказать, как определяется это понятие. Вот я сразу перешел к примеру, чтобы, как бы, была более такая обстановка живая. Ну, давайте теперь, действительно, я должен сказать, как понимается эквивалентность процесса передачи сообщений. Вот то соображение, которое я говорил насчет вот максимальной абстрактности исходного самого этого понятия, здесь оно используется в полной мере. Вот процесс передачи сообщений — это процесс с параметрами. Да, вот он что-то вводит, что-то выводит, мы детальных значений здесь не указываем. Но в реальной жизни всегда какие-то конкретные значения вводятся и выводятся. И вот давайте мы сейчас перейдем от параметрического процесса к процессу, который соответствует реальному исполнению вот этого параметрического процесса. Ну, то есть, вот как вообще может здесь работа проходить при всевозможных значениях. В общем так, вот давайте я просто определю. Вот xp — это множество переменных процесса. Я, по-моему, обозначал вот множество всех означений переменных процесса xp с жирной точкой вверху. Ну, вот и среди переменных есть еще переменная et, которая имеет значение состояние, в котором находится процесс. То есть, вот x, там y и et. Вот три переменных. Значит, у et значение вот эти три точки. У x, y — это любые действительные числа. Значит, бесконечно множество таких означений. И вот на таких означиваниях данный процесс задает переходы. Вот как именно он… Ну, понятно, когда. То есть, вот если мы имели какое-то означивание ξ, переменных процессов. В частности, et имело какое-то значение. То есть, ξ, одна из компонентов этого ξ — это ее значение на переменной et. То есть, вот это, как это называется в ассамблере PSV, да? Слово состояние программы. Программа StateWord. Вот. Значит, зная ξ, мы знаем, где мы находимся и какие значения имеют все переменные. И мы смотрим, какие ребра выходят из того состояния, которое равно вот этому самому ξ от et. То есть, мы знаем состояние, где мы находимся. Смотрим все ребра, которые из него выходят. Ну, вот, например, это b. Из него выходит по каналу паз принять значение и записать его в y. Вопрос, как тогда может измениться ξ при исполнении вот этого действия? Ответ такой. Может, любое значение в y быть записано. Поэтому, вот из такого, то есть, вот из ξ. Значит, мы сейчас делаем, что? Структуру графа на множество всех означиваний. Мы показываем, из каких означиваний мы можем куда перейти, если бы мы выполняли вот именно этот процесс. Значит, любой ξ штрих такой, что, значит, ξ штрих от y. Значит, в y же любое значение может быть введено. Вот поэтому мы, значит, рассматриваем все ξ штрих, которые отличаются от ξ только в компоненте y. В y любое значение может быть записано. Вот. В остальных переменных, кроме et, те же значения, что и ξ имеет на этих переменных. И в et значение равно концу ребра, который вот мы рассматриваем. Вот. То есть, да. И метка этого ребра, это, значит, паз два знак вопроса d, где d это вот то значение, которое ξ штрих имеет на y. То есть, вот мы сейчас делаем то, что в книжке у меня названо конкретизацией процесса, это самые разнообразные варианты исполнения этого процесса. То есть, вот ввели произвольное d, написали метку на ребре по каналу паз два, ввести именно это d, это конкретное значение d. Вот. И переход делаем тогда в ξ штрих, который на y имеет значение d, на et имеет значение c, а на остальных переменных, но тут только x, вот, то же самое значение, что и ξ. Значит, вот мы на множество всех означиваний задали структуру графа. У него ребра помечены действиями какими? Значит, либо имя канала а, знак вопроса d, либо имя канала а, восклицательный знак d. Восклицательный знак, это вот когда, вот если бы у нас ξ от et было равно c, то тут ребро выходящее и out. Тогда, значит, вот из этого ξ надо рисовать ребро в единственный ξ штрих. Кс штрих тут уже однозначно определяется по ξ. Тут переменные все значения не меняют, меняет значение только переменная et, точнее говоря, вот она заменяется на то, куда мы переходим. И метка такая, out, восклицательный знак, и что надо написать? Наверное, ξ от x умножить на ξ от y. Вот, ξ от x, ξ от y это какие-то числа, вот надо перемножить, и именно это число написать на метке ребра из ξ в ξ штрих. Вот и определяем ему, как я сказал, все значения те же, что и у ξ, кроме это. Вот, значит, вот мы получили по конечному графу бесконечный граф, вот, и это называется конкретизацией. Да. Это еще одна возможность. Вот если бы на ребре было присвоить, там написано там, вот, в x присвоить y, да, тогда на ребре было бы написано там, вот, ребро из ξ было бы единственным. Значит, ξ штрих отличается от ξ только значением на x. Значение ξ штрих на x равно значению ξ на y. Ну, если бы тут было выражение е, тогда и ξ штрих от x было бы равно ξ от е. И ξ штрих от et равно c. Вот, а если бы на ребре было написано условный переход, помните, да, еще у нас там была одна опция, просто формула, да, тогда на ребре тоже было бы написано tau, но такое ребро было бы возможно, если бы ξ от b равно единице. Вот, тут никаких изменений не производится, просто сам факт возможности перехода, это значение на текущего означивания, вот, условия b на текущем означивании. И вот, значит, вот у нас появляется уже новый граф. Ну, значит, хочется нам, чтобы это был процесс в нашем, то есть вот к чему я все веду. Мы по, вот у нас p1 и p2 – это процессы с передачей сообщений. Вот, наша задача понять, когда можно считать, что они одинаковыми. Вот, нам хочется использовать то определение, которое было раньше, и вот сейчас именно это я и делаю. Значит, сначала я перехожу к таким графам всевозможных исполнений, вот, у которых состояний бесконечно много, но мы их реально-то не выписываемся, а просто подразумеваем, что состояние программы – это не только точка, так сказать, в ее диаграмме, вот, с передачей сообщений, а это значение всех переменных, вот. И, значит, вот переходы у нас уже имеют вид не записать в переменную, а просто вот принять конкретное значение, или выдать конкретное значение. И вот давайте мы множеством действий выберем уже пары сейчас. Пара имя канала, запятая, передаваемое или принимаемое значение. То есть вот ПАС-2D. ПАС-2D.